После проведения UFC 205 12 ноября, Конор Макгрегор стал первым в истории этой организации обладателем двух чемпионских поясов в полулегком и легком весе. А Хабиб в свою очередь вернулся на первую строчку общего рейтинга легковесов после чемпиона. В этом ролике не будет никаких прогнозов на бой, разбора сильных и слабых сторон оппонентов. На мой взгляд это просто некорректно, да и такого материала и так много на ютюбе. Я просто расскажу про вероятность проведения их совместного боя в ближайшее время с экономической точки зрения. Приятного просмотра! Дана Файт имеет в своем распоряжении пиар-машину, которая вовсю начинает работать при взаимодействии с такими трэш-токерами и любимчиками новых болельщиков UFC, как Конор Макгрегор. Если провести анализ популярных комментариев к роликам и его инстаграму, станет понятно, что больше половины людей, которые его поддерживают, начали интересоваться смешанными единоборствами только в этом году и не знают практически никакого другого атлета. В то время как Хабиб имеет исключительно преданную аудиторию, которая объективно оценивает достижения бойца и верно сравнивает его сильные и слабые стороны. В первую очередь, потому что сама занимается, если не единоборствами, то спортом точно. Казалось бы, бой одних из лучших бойцов в мире ММА должен породить огромный интерес и, наверное, так и будет. Только давайте не забывать тот факт, что UFC, как и любая другая компания, в первую очередь должна зарабатывать деньги. И вот допустим, такой бой состоится в начале 2017 года. Конечно, Хабиб будет фаворитом. Его беспроигрышная серия, доминирование в партере и характер русского бойца оставят Ирландцу шансы на победу только в случае метких и резких попаданий левой, которые застанут врасплох Хабиба Нурмагомедова, что, честно признаемся, навряд ли. Так вот, бой прошел и вдруг победил не Конор. Такая формулировка будет правильнее, потому что пока он побеждает, вокруг него остается ореол победы, который дополняет амплуа непобедимого бойца. Огромная армия болельщиков, новичков, увидит, что их кумир не такой-то и сильный, а какой-то Хабиб, повторюсь, они понятия не имеют о его достижениях и боевом уровне, в довольно легкой манере уделал любимчика. Многие отвернутся от него, как это характерно для неискушенных людей, просто зевак, болеть за сильнейшего в любом спорте. Такой поворот сразу скажется на количестве продаж Pay-Per-View, что составляет важную долю от общей прибыли турниров, а амбула лучшего бойца перейдет к Хабибу, который куда менее сговорчив, да и к тому же русский. Представьте, что в американской компании главный герой, от которого сильно зависят продажи и прибыль компании, русский боец, который живет по чести, не занимается поливанием грязью соперников, дерется честно и порядочно. Не самый удачный для них расклад. Поэтому, и это исключительно мое мнение, ваше же может отличаться, мы не увидим боя Конора и Хабиба в 2017 году. Что намного вероятнее, это поединок за титул временного чемпиона легкого веса или претендента номер один между Тони Фергюсоном и Хабибом Нурмагомедовым. И опять же, это лично мое мнение, этот поединок может быть куда интереснее, чем бой Хабиба с Конором. Если вы не слышали про Тони Фергюсона, ссылка на информацию о нем в описании к ролику. Почитайте, он достойный боец. Продолжение следует...